Спринтерская лыжная гонка на призы газеты «Время» проходит уже в 16-й раз. В этом году она посвящена Всероссийскому дню зимних видов спортов. Щелково-7 на улице Неделина в любимом месте отдыха горожан возле прудов пролегла специально оборудованная лыжная трасса, у которой есть и более легкие участки для самых младших участников, для первоклашек, и более сложные отрезки лыжни с перепадами по пересеченной местности для ребят постарше. 16 лет назад одним из редакторов Сименовым Владимиром Сергеевичем был придуман такой старт новое тысячелетие. И с тех пор спорткомитет администрации поддержал это начинание, и ежегодно проводится лыжный забег. Я считаю, что это хорошее начинание, правильно, что его поддержали. В этом году в соревнованиях приняли участие учащиеся 2001-2011 годов рождения из семи щелковских школ, а также из Литвинова, Фрянова и Фрязина. Всего более 130 человек. В этом году мы решили впервые провести их на Щелково-7, потому что здесь у нас основная, как бы, лыжная трасса. Здесь у нас Щелково-7, здесь у нас, значит, лыжная база Щелково-7, лыжная база Темирязева, училище Олимпийского резерва, все на этой трассе катаются. Эмоции перед стартом особенно заметны у самых юных участников гонки. Третьекласснику из Литвиновской школы Матвею Уросову предстоит пробежать 600 метров. Мне очень нравится заниматься лыжей, потому что моя мама была лыжницей. И вот он старт, как приятно смотреть на летящих быстрее ветра будущих чемпионов. На финиш придут и самые настоящие победители. И одновременно устроители не забыли о начинающих спортсменах. Их ожидают специальные кубки, которые так и называются. Самые юные участницы и самому юному участнику гонки. Эти кубки получили из рук редактора газеты «Время» Александра Шустикова и Иван Кочаров. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...